Итак, друзья, всем привет! Около 5 часов вечера я приехал на реку под названием Гуйба. У нас началась большая оттепель. Лед тает. Это, наверное, уже последний выход на рыбалку. Я вот сюда заходил на лед, там вот с берега уже ложил бревна. Где-то метра полтора лед уже отошел. Но здесь вот походил, попробовал там вот по старым лункам, померил. Лед где-то около 15 сантиметров. Я думаю, завтра еще половить я успею. Приехал специально под вечер на речку. Хочу попробовать сегодня закормить с вечера. Сварил я пол ведра пшена. Сюда добавил пачку мазинской прикормки. Хочу попробовать с вечера хорошо закормить. А завтра уже приехать с утра и посидеть, попробовать поймать под лещика. Я здесь недавно приезжал. Наверное, недели две или три назад ловил вот туда дальше, ниже по течению. Там тоже есть такой вот еще один большой разлив. Ну, просидел за целый день. Я поймал две плотвички и одного такого хорошего окуня. Видео у меня есть. Я сейчас вот вставлю, посмотрите, ребята. Была первая поклевка. Где-то через 15 минут, как забросил. И смотрите, кто у нас здесь. Вот такая плотвичка. Вполне нормальная. На транку пойдет. Была хорошая поклевка. Но все-таки хочется под лещика дождаться. Время уже пол-одиннадцатого. Поклевок нету. Попробовал на среднюю удочку поиграть на игру кивком. И клюнул в хороший вот такой вот окунь, ребята. Я думал сначала под лещик. Так он туго и шел. Перепутал мне все удочки. В одну лунку достал две удочки. Даже вот эта ушла под лед. Крайняя удочка. Ну хорошо, я ее в залезку вытащил. Ну вот такой вот, ребята, окунек. Все-таки надежда есть. Что все-таки рыба подойдет. Я еще по одной кормушке закинул, закормил. Сижу потихоньку. На улице ветер. В палатке хорошо, тепло. Ну уже две рыбки есть. Одна плотина и вот такой окунь. И вот, ребята, на крайнюю удочку клюнула плотвичка. Это третья рыба за сегодня и вторая плотвичка. Хорошая была поклевка. Клюнула хорошо. Вот такая плотва. Потом познакомился с местным дедушкой. Он тут все знает. Рассказал мне тут все места. Говорит, там вот, где я пробовал, туда под лещ приходит, но очень редко. В основном там плотва, окунь, ершик. И показал мне такие вот места, где можно попробовать половить под леща, леща. Вот там вот сзади меня находится один остров, и там второй остров. И там вот это острова есть яма. Говорит, если хочешь, то пробуй только там места хорошие. Так вот, приехал сегодня, решил попробовать подзакормить вечера. Ладно, ребята, пошел я закармливать. Ну а завтра уже там посмотрим. Вот такие, ребята, здесь красивые места. Там вот мост, эта дорога идет на Винницу. Потому что там через мост, когда переезжал, ну уже вода открытая. А здесь еще вот такие вот заводьях. Я думаю, лед еще долго постоит. Ну так он отойдет от берега. Трудно будет зайти. А на всякий случай, завтра с собой машину кинуть пилу. Так как, может быть, лед еще больше отойдет. Нам будет длиннее бревна. Вот там вот я заходил. Ну, вроде как еще нормально. Давно не было на рыбалке. Уже соскучился. Хотелось бы, конечно, поймать и под леща, и леща. Ох, ты чуть не упал. Ну а там, ребята, посмотрим. Сверху воды где-то, ну, сантиметра два, наверное, воды сверху. Дует ветер. А я ловил вон там вот дальше, ребята. Там еще вот такой большой разлив есть. Вот такая здесь красота. Небольшой туманчик. Вот теперь передают вообще там чуть ли не до плюс 10 уже на днях. Пора уже фидер доставать. Ну, красиво здесь душевно. Возьму завтра еще с собой палатку. А то у нас тут то дождь идет, то снег мокрый. А если не будет, посижу и без палатки. Все, ребята, иду, беру три луночки и закармливаю. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Итак, ребята, пришлось немного поменять планы. Я здесь так походил вот туда дальше, к середине, где идет само русло. Вот там он, где находится остров, куда я хотел пойти. Там черный лед, и он очень сильно трещит. И вот сегодня здесь были рыбаки. Туда следов нет вообще, никто не ходит. Дабы не провалиться, наверное, я туда и не пойду. Так, как смотрю, вот тут следы. Здесь топтались, где такой вот белый лед. Здесь еще нормально ходить. А вот он дальше черный трещит. Еще целая ночь впереди. Завтра может немного подмыть. Как-то искупаться неохота. Вспомнил я потом, мне дедушка этот местный говорил, с которым я познакомился. Здесь есть небольшая такая канава. Такое, как выходит русло туда на течение. Здесь раньше воды не было. Это потом, когда уже там сделали ниже на реке Тетереву плотину. Здесь вода поднялась, и само русло там вот. Здесь такая вот канава. Я походил, кормушкой померил, да, нашел. Здесь везде глубина где-то метр-полтора до двух. А здесь 3-3,5 метра. Вот такая вот канава. Она выходит туда вот на течение. Здесь вот закормлюсь, и завтра вот здесь буду ловить. Так, лед уже опасный. Сделал одну лунку. Одна луночка здесь уже была. Сегодня кто-то здесь ловил. Пробую. Я когда-то приезжал. Я не помню, или в этом году я приезжал. В декабре. Или в том году я здесь был. Вот на этом вот пятачке. Тоже под леща ловят. Он сюда заходит. Ну, не будет под леща, ребят. Невелика потеря. А ловим плот в окунька. Может, густерка подойдет. Сейчас хорошо подзакормлю. И посмотрим. Кормушка у меня, конечно, маленькая. Долго это будет все дело. Но я никуда не спешу. На улице тепло, хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Уже запутался. Уже запутался. Катушки дешевые. Фигня полная. За нее туда леска попадает. И все, и сразу обрывается. Все, запутывается. Ладно, сейчас перевяжу кормушку. Буду кормить дальше. 7 часа утра. Приехал я уже на рыбалку. На улице очень сильный туман. Но здесь, возле машины, так вот особо его не видно, не ощущается. А вот туда вот, если посмотреть дальше в лес, вообще все белое, ничего не видно. Такой вот густой туман. Наверное, лед стал еще немного тоньше за ночь. Надеюсь, мне удастся все-таки забраться на лед. Я с собой на всякий случай, если не получится по этим бревнам зайти, сделаю еще два бревна побольше. Вот такую вот с собой пилу. Ну, надеюсь, я по тем старым зайду. Палатку с собой брать не буду. На улице тепло. Ветра вроде нет. Возьму с собой ящик. Остатки вчерашней прикормки и бур. Пошли посмотрим, получится зайти или нет. Итак, без проблем зашел. Все, как было вчера. Больше не оттаял лед. Вот такой, ребята, здесь туман на речке. Красота того острова, где я вчера хотел половить. Практически из-за тумана и не видно. Такое чувство, как будто воды сверху льда стало немного поменьше. Лед еще хороший. Сегодня половить получится. Это уже, наверное, последняя рыбалка. Рыбаков нету никого. Сегодня будний рабочий день. Но может кто-то еще и подтянется. Так, иду до своих лунок. Так, где наши лунки? А вот и мои лунки, где я вчера кормил. Ну да, воды сверху льда практически нету. Вся вода, наверное, питалась в лед. Ладно, ребят, разлаживаюсь. Буду забрасывать. Посмотрим, подошла рыба сюда или нет. Ну, если не будет на этих лунках. Похожу здесь, на этом пятачку. Поищу. Плотва должна быть, по идее. Ловить буду сегодня на две удочки. На одной стоит круглая мормышка, золотистая. Такая медным цветом. Она уже немного потемнела. А на другой такой же шарик, только серебристый. Так, моталек. Свежий, хороший мотуль. Так, насчет кормового мотуля, ребят. Вчера забыл вам сказать. Поездил я по магазинам. Нигде нету кормового мотуля. Его даже не закупают. Так как он в закупке стоит 1000 гривен килограмм. Так, повесил такой пучок мотулька. Типа. В собственном ебке. Нигде нету. Так. Продолжение следует... 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 и вот еще одна красавица густерка такая только что сошла видно хорошенькая была так туго и шло но сошла и и и и и и и есть ребята есть и ершик такой маленький так ершик отпустил сильно маленький вообще вот еще один попался такой ершик ребята царю хи такой красавчик она так ребята уже 12 часов я уже проголодался понемножку проклевывают берет в основном густера попался один подлещик и несколько ёршиков нашел две рабочих лунки вот одна лунка и тому дальше за камеры из еще одна лунка видно вчера кто-то кормил и вот здесь видно только как рассыпанная попадается густерка на игру на такую легенько-легенько таким очкам тогда клюет ну по крайней мере хоть что-то клюет чем последние мои все рыбалки сегодня хоть густерка проклевывает на улице до сих пор туман поют птицы тихо спокойно ветра нету пролетала стая лебедей уже идет весна сейчас поем и будучи сидеть ребята до вечера сегодня планируя домой пока не охота посмотрим может еще попадется но плотвички нету за плотвой наверно дайте где-то в берег под камыш может схожу попозже и попробую открывайся всем ребята приятного аппетита поклевывает здесь присутствует такое небольшое течение и на одну из удочек я привязал маленькую такую легенькую мормышку муравейчика черного и его так течением натягивает и был попадается вот только что перед этим вот поймал одну неплохую густеру так течением Вот после обеда клюнула вот такая густерка. Хорошая. Только убрал камеру, клевали одни ёршики. И сразу клюнула такая хорошая густерка. И сразу клюнула. Клюнула. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...